друзья всем привет сегодня у нас на обзоре опять киа спектра прошлый раз как вы помните рассказывал об особенностях этой машины о дизайне об интерьере и так далее ссылку я прикреплю к этому видео сегодня в дополнение я хочу рассказать уже про ездовых впечатлениях то есть сейчас я прокачусь и расскажу более подробно как машина себя ведет уже в движении ну все вот я под себя все настроил зеркала сиденья можно ехать к органам управления конечно надо привыкать я сейчас приехал на колени к этой пока еще не привык сцепление педаль газа но сразу даже по сравнению с колени сразу могу сказать в части шумоизоляции явный плюс спектр и по сравнению с вазовской продукции здесь есть шумоизоляция колени она в принципе как класс отсутствует естественно машина уже не первой молодости много чего повидала где-то уже есть люфты рулевом но тем не менее можно еще не здесь спокойно даже есть немного динамика принципе на педаль газа нажимать нормально не стесняться можно в потоке держаться более-менее у нас кремят запчасти ну что могу сказать в целом достаточно приятно едет машина мягко то есть даже вот сейчас посмотрим вот по разбитой дороге проедем подвеска хорошо отрабатывает мягко плавно наедет не жестко как некоторые на марте по рулевому управлению конечно не сказать что эталон но тем не менее более-менее руля машина слушается траекторию держит руль конечно достаточно расхлябанной скажем так понятно это же не гоночный аппарат в принципе это семейная машина сейчас проедем через лежак вот на нас слышали никаких стук никаких шумов мягко плавно все проезжает машина достаточно по габаритам большая поэтому в салоне в принципе комфортно ехать главное вовремя сбросить скорость чтобы не было пробоя подвески сейчас на второй газу даем принципе машина разгоняется с топором можно нормально стартовать тормоза тоже надо привыкать конечно ход педали достаточно большой то есть надо прям эффективно затормозить надо сразу до полу нажимать но сама педаль при этом достаточно мягкая особо усилий к ней не нужно прикладывать в плане обзора тоже замечание особо нет хотя посадка достаточно низкая машине но при этом широкое лобовое стекло шкала неплохие в общем такая достаточно хорошая альтернатива новым вазовским машинам по цене она даже дешевле сейчас будет чем новые гранта то же самое но если в хорошем состоянии найти экземпляр то это будет гораздо более просторная более комфортная машина уже немного классом повыше вот такая вот машина все всем спасибо всем пока